It's too late to turn back now Я просто хочу, ну, те люди, которые относятся так вот, ну, говорят, типа, вот эм, хрень надо купить, У тебя работа хрень, и ты сам просто хрень полная, тебе, бля, хомуха 35 лет, а ты сидишь за 300 баков в месяц, и хренью занимаешься, понимаешь? Надо включить мозги, когда мозги включатся, тогда вся хрень из головы выйдет, и, ну, и все наладится нормально, потому что на самом деле 300 или там 400 или 500 баксов в месяц, это не жизнь, ё-моё, это просто хрень. Короче, я говорил, что я защищаю свой бизнес, потому что, ну, как бы называть мой бизнес хренью, да, работая при этом за 300 баксов, ну, я считаю, что имею право вернуться обратно и сказать, что работа у человека полная хрень. Ну, это, конечно, не касается ни врачей, ни пожарных, то есть не касается вот этих служб, я имею в виду сапожников, строителей, ну, всякого рода умников, которые кривят носом от нормальных тем, да, плюс к тому еще не по незнанию своему, называют мое дело, которое позволило мне на данном этапе жить свободно, да, с вельностью, да, надо мне называть это дело хренью, вот. А Даша, как бы, меня убеждает в том, что нельзя так людей пускать, но я же никого не опускал и конкретно не называл именем, я имею в виду тех людей, которые называют какой-то бизнес хренью, имея за душой хреновую работу и хреновую зарплату. Просто эти люди еще не понимают, у них все в голове, в основном, не хватает определенного серого вещества. Ну, я же не осознанно на них говорю. Да нет, ну, это не значит, что этот человек какой-то плохой, или ничего, это просто до сих пор люди живут, ну, как в открытии, как, не тот уровень, что ли, не знаю, они не хотят внутри что-то перестраивать, что-то в другой век пришел, что надо что-то поменять, не всегда надо работать как рабу, ну, там, на дядю. И мы как раз ищем таких людей, которые не такие, как все, которые стремятся, что-то не будут забывать, что на самом деле, хотя бы пробуют что-то добиваться, не так, как сидит и ноет. Все плохо, жизнь отстой, и все плохо. Говоришь тему, денег нет, нет 30 баксов. Но я буду сидеть дома, полгода прошло, как дела? Ой, все плохо, все отстойно. Все то же самое, ничего не поменяло. Так речь не об, ну, о другом. Ты говоришь, что, ну, не надо так говорить, типа, что у них работа, хрень и так далее. Они же говорят нам на мой бизнес хрень, почему я не имею права сказать, что он хрень, хреновый сварщик, и вообще все у него хрень. Почему я так не могу сказать? Я имею в виду тех людей, которые побывали на тест-драйве, у которых мозг включился. То есть, что не надо обижать людей, понимаешь, они просто не понимают это. Им не хватает просто определенного, вот, что там в голове нищего, ну, ну, я не знаю, что, но что-то не хватает. Они не могут это посмотреть под другим углом, просмотреть, хотя бы включить и проанализировать. Ты не хватает серого, что у мамы. Ты сама только что их обидела, сказав, что у них не хватает мозгов. Короче, так или иначе, дело, ну, вывод такой, что лучше промолчать. Ну, вместо того, чтобы там себя каким-то умником пытаться выставить, лучше просто промолчать. Ну, не понял. Да, я боюсь, и я тихонько останусь так, не при делах сбоку. Но вместо того, чтобы называть, ну, практически миллионный бизнес хренью, ребята, ну, блин, хрень, ну, что-то реально хрень в голове какая-то должна быть, чтобы называть такие дела хренью. Вот, поэтому, ну, ладно, что-то много времени уделяем этим людям. У них и так все хреново, поэтому, в принципе, на них захитриваться не стоит. Что еще скажем? А мы потом что-нибудь скажем.